Добро пожаловать на мою небанальную кухню. Это я, Павлов. И сегодня, как всегда, небанальный рецепт для, надеюсь, что небанальных телезрителей. Кабачок. Крем-суп из кабачков, который я украшу картофельными клетками. Я их пожарю и положу в этот прекрасный суп. Это очень питательный, будет интересный суп, который, я надеюсь, вам доставит много удовольствия. И, конечно же, небанальный подход. Почему? Суп-пюре. Суп-пюре, конечно, варят из овощей. Да, я не спорю с вами. Я, наверное, никого сегодня не удивлю. Но все-таки я хочу вам показать, что именно акцент на этом овоще, на кабачке, придаст именно моему супу некую такую небанальную нотку. И поэтому у меня будут, конечно, другие овощи присутствовать, но все-таки самое главное это будет кабачок. В сотейничек я налью водичку горячую, которая у меня здесь уже припасена. Вот. Пока у меня вода закипает, я, значит, что сделаю? Возьму картофель, потому что первым делом у меня будет вариться картофель. Картофель, как вы знаете, варится, зараза, долго. Почищу картошечку. И пока я чищу картошечку, расскажу вам очень интересную историю. Вы представляете, вот у меня на доске лежит вот такой малыш. Вот такой малыш. А на самом-то деле кабачок может достигать человеческого роста. И доказательство тому есть самое прямое. Один англичанин вырастил кабачок именно по своему росту, а то получилось метр шестьдесят. Вы представляете? Метр шестьдесят сантиметров вырастил один англичанин кабачок. И что самое интересное, всем вам известный детектив Эркюль Пуаро, такой усатый дядька, когда собирался уходить на пенсию, он собирался выращивать необычные сорта кабачков. Хотел посвятить этому свою старость. Поэтому вот такой необычный овощ. Вот. Ну, сегодня у нас все гораздо проще. Сегодня мы здесь находимся, в России. И вот у меня в руках обычная картошка, которую я чищу вот так ножом, которую я буду сейчас варить. Потому что у меня суп из кабачков, он с картофельными клетками. Потому что наверняка многие, наверное, телезрители выращивают у себя на приусадебных участках этот овощ. И почему бы не приготовить из него суп? Тем более кабачок очень полезный овощ. Очень полезный овощ. И кабачок полезнее всего, между прочим, либо тушить, либо варить, либо приготовить на пару. И что самое интересное, вы, наверное, будете сейчас смеяться, да, но наиболее, наверное, не полезно, а может быть даже и немного вредно для ваших зубов, это является жареный кабачок. Потому что когда вы жарите кабачок, в нем выделяется кислота, которая разрушает эмаль зубов. Я не могу вам сказать, что прямо вы съели там порцию жареных кабачков и остались без зубов. Нет. Ну ладно, смотрите, пока я с вами тут болтал, вода у меня закипела. Сейчас я ее посолю. Вот. Водичку посолю. Картошку нарезал очень мелко, вот так вот, для того, чтобы картошка быстрее сварилась, и я мог из нее сделать клетки. Все. Поставил картофель на огонь, закройл крышкой, чтобы быстрее закипел. И теперь что я буду делать? Теперь оставшуюся картошку я возьму и порежу ее для непосредственно уже супа. То есть, вот, возьму вот так, тоже порежу ее мелко. Все. Нарезаю картошечку, кастрюльку возьму. Вот. Я возьму еще лук и возьму еще морковь. И возьму еще чеснок. Опа! Смотрите, вот такая у меня небольшая овощная грядка. Добавлю немного растительного масла пока в кастрюльку, чтобы она быстрее у меня разогревалась. И сейчас почищу немного лука. Вот. Смотрите. Да, настоящие повара, мне кажется, уже когда работают, постоянно, да, чистят там лук или работают с луком, мне кажется, они уже, наверное, атрофировались к его соку, к его запаху. Наверное, уже не плачут, наверное, совершенно. Потому что постоянно работа с луком дает организму закалиться. Так. И теперь морковь. А вы знаете, что не только в морковке содержится витамин А, он еще, кстати, в большом количестве содержится в кабачке. Поэтому кабачок уникальный продукт, что в нем целый кладезь витаминов. Так, картофель у меня уже закипел. Я вот снимаю крышечку. Отлично. Вы знаете, да, вот, наверное, вы видели какие-то фильмы, может быть, или натыкались у себя дома на такое действие, когда ваша супруга, там, я не знаю, или дочь, там, или мама, делают себе маску из огурца. Так вот, оказывается, что не только можно огурцы использовать для омоложения своего лица, еще можно использовать и кабачки. Поэтому, дорогие дамы, вы, конечно, запишите, пожалуйста, это, что кабачки, они способствуют омоложению вашей кожи. Но если женщина сейчас у нас не присутствует перед экранами, то мужчины передайте своим супругам, что теперь не обязательно покупать дорогие кремы. Все. Смотрите, нарезал морковь. Морковь у меня, картофель. Лук. Немного репчатого лука. Вот. Лук. Так. И последнее, что остается, это немного чеснока. Все. По большому счету, обычный набор, который, наверное, можно встретить в холодильнике у себя. Обычные овощи, всем нам знакомые, всем нам понятные овощи. Никаких там каких-то иноземных, инородных овощей нету. Хотя на самом деле кабачок к нам пришел из Турции, потому что именно если в переводе с турецкого кабак, это будет перевод как тыква. Но все мы, наверное, знаем, что кабачки это семейство тыквенных. Да, да, вы не ослышались именно тыквенных. Поэтому кабачок и цукини это не что иное, как такая своеобразная тыква, друзья. Вот. Смотрите, значит, картофель, морковь, чеснок, все. Все, в принципе, я нарезал. И теперь я вот так вот все это дружно отправляю в кастрюлю. Вот. У меня масло уже нагрелось. Нагрелось масла у меня уже достаточно. И теперь я отправляю все жариться, париться, париться, вариться. И в самом конце, как у меня овощи обжарятся, я буду добавлять кабачок, потому что кабачок, он не любит, когда его долго мучают, долго его там жарят, долго парят. Поэтому он очень-очень быстро готовится, поэтому не стоит его обжаривать сразу. Его надо просто в конце добавить и слегка обжарить. Вот и все. Все очень просто. Смотрите. Ароматный кабачок. Очень сочный кабачок. И он, видите, достаточно молодой. Нездоровый такой кабак, а хороший светло-зеленый кабачок. Его можно есть сырым. Никакого вреда он вам не доставит. Он очень вкусный. Поэтому, если вам лень готовить, ну, возьмите просто, съешьте сырой кабачок и все. Он очень полезный. И очень вкусный. А если еще этот кабачок с вашего огорода, ну, я думаю, тогда вообще вас ничто не остановит. Все, засыпаю к овощам кабачок. Давай, старичок, иди, смотри, там кабачок. Так. Помешиваю. Ложечка деревянный такой. Опа. Кабачки. О, как вкусно. Можно, знаете, сюда еще это, сосисечка отварить и прям просто на тарелочку выложить жареную картошечку с кабачками. И будет у нас как картошечка с сосисочками. Так. Травка. Травка-муравка. Вот здесь у меня растет такая вот травка интересная. Тимьян, укроп, петрушка. Смотрите. И вот я возьму немного тимьяна. Немного тимьянчика и добавлю его прямо вот сюда. В суп. Добавлю в суп тимьян. Запах пошел отличный. Чеснок, тимьян, это классический дуэт хорошего аромата на вашей кухне. Поэтому используйте, используйте. Всегда, когда готовите, используйте различную траву, различные пряности, чтобы еда была насыщенная, еда была ароматная, еда была вкусная. Все. Теперь в кастрюлю добавлю немного воды. Все. Не смотрел? Не успел? Не запомнил? Иди на сайт. ТВЕДА.РУ. Небанальная кухня Павлова. Все. Картофель у меня уже сварился. И я его теперь сливаю. Когда вы готовите какие-то вещи типа пюре, смотрите внимательно, чтобы ваш картофель очень хорошо был слит, чтобы он был сухой. Это залог того, что ваше пюре будет очень хорошего качества, очень будет вкусное оно. Конечно, очень многое зависит от картофеля, но опять же я могу сказать, что старайтесь, чтобы жидкости было как можно меньше. Все, пускай немножко у меня сейчас картофель обсушится. Так, возьму теперь соль. посолю суп сразу же. Поперчу его сразу же. Так. Все. Огонь достаточно большой, поэтому жидкость очень быстро выпаривается. Я ставлю маленький огонек. Беру сливочки. Количество сливок это уже решать вам. Как хотите, столько и добавляйте. Это уже можете вообще без сливок его делать или можете вообще без воды на одних сливках делать. Это уже кому как нравится. Здесь какого-то четкого ограничения нет. И теперь я добавлю немного куркумы. Да, я хочу, чтобы мой цвет, цвет у кубачкового супа был такой желтоватый, приятный, поэтому добавлю вот так вот немного куркумы. И все. И буду заниматься клетками, а суп будет потихоньку томиться, собственно говоря. И пока я ставлю его минут на пять, пускай он потомится. Вот на троечку поставил я. Все, забыл про суп. Картофель у меня уже практически сухой. Я его выкладываю, выкладываю его вот сюда в мисочку. И вот так ложкой. Ложкой просто разомну его. Чтобы клетки были вкусные, в них можно добавить все, что угодно. Можно добавить зелень. Вот как я сейчас, например, сделаю укроп. Возьму. Так. Возьму петрушки немного. Поперчу. Вот. Перец. Соль. Соли немного. Соль, честно говоря, люблю такую соленую еду, хотя соль, как вы, наверное, знаете, это вредно. Это не очень хорошо, но все-таки вкусная еда, вкусная еда предполагает то, что ее надо подсаливать. Соль, сахар – это усилитель вкуса некий. Поэтому, конечно, пища, которая, она соленая, она более имеет ярко выраженный вкус, нежели вот пресная обычная еда. Вот, я добавлю сюда зелень. Добавлю немного сюда опять куркумы чуть-чуть, чтобы такие были веселенькие, с привкусом. Так, ну что ж, надо помешать, посмотреть, что же получается здесь. Пюрешка такая получается густая. Надо только единственное, что хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Все, у меня такая получилась пюрешка. Теперь я ставлю на огонь маленький сотейничек. Добавляю в сотейничек маслица. У меня такое все маленькое маслице, сотейничек, картошечка. Вот. А для чего я это делаю, вы знаете? Вот кто-то, наверное, догадался. Конечно, клетки я буду обжаривать в масле. Они у меня такие будут хрустящие, такие прям вкусненькие клетки у меня будут. Теперь я возьму яйцо. Вот сюда разобью яйцо одно. Так. И просто в это яйцо я буду закидывать клетки для того, чтобы мне можно было их запанировать в панировочных сухариках. Вот такая вот интересная у меня сегодня небанальная заморочка. Кабачковый суп вот с таким вот гарниром. Поэтому, в принципе, конечно, есть свои нюансы. Может, у кого-то масла нет там дома. Не знаю. Вот у меня здесь есть масло. Я готовлю. Хочу их пожарить во фритюре. Можно, конечно, было просто не париться, взять там, кинуть муки добавить, кинуть в воду, сварить там это все дело. Но я не люблю такую штуку. Я больше отдаю предпочтение вот хрустящим, жареным приколюшкам всяким. Вот. Осталось только доделать клетки. Я беру вот картофель. Можно руками. Ничего страшного. У меня руки чистые. Санитарная книжка есть, как говорится. Закидываю вот сюда в яйцо. Быстренько здесь обваливаю. И уже следующий этап – это непосредственно панировочные сухари. Видите, благодаря яйцу панировочные сухари очень хорошо оседают на клетках. Первая клетка готова у меня. Так, дальше. Второй пошел. Вторая клетка пошла. Так. Обваливаю вторую котлетку, клетку. Не знаю, как вам больше нравится. Как это еще можно назвать. Вот такие пальчики у меня будут. Во. Так. Во, классно. Форма. Форма пришла сама собой. Видите, вот креатив пошел. Креатив. Можете взять своих детей и позвать. Когда будете сами суп делать, пускай дети у вас заморачиваются как раз с этими картофельными клетками. Пускай лепят там жирафиков, ежиков там. Свою воспитательницу из детского сада. Кого угодно. Можно приобщить детей. Будет такой, знаете, вариант семейного приготовления еды. Классно. Вот. Вот. Смотрите, значит, у меня вариант такой. Значит, такие бачата получаются. Вот. Я их скатал просто рукой по этому по доске. И все. И положил аккуратненько вот сюда. Возьму бумагу для того, чтобы лишний жир убрать. И теперь аккуратно начинаю обжаривать картофельные клетки в масле. Посмотрим по первому бойцу, как это все происходит. Опа. Происходит все очень даже здорово. Смотрите. Смотрите. Опа. Готов. Готов. Красавчик. Хрустящий будет. Ну и, собственно говоря, остальных тоже я отправляю в масло. Масло у меня, видите, уже достаточно нагрелось, поэтому процесс пошел очень быстро. И здесь главное не профукать. Иначе все старания ваши отправятся коту под хвост. Еще раз и еще раз. Так. Все. Смотрите, значит, клетки сделал. Это все уберу. Лишнее. Суп уже готов. Овощи все мягкие. Запах отличный. Ну-ка. И блендер. Где ты, друг мой? Ну и блендерим. Вот такая пенка появляется у него красивая. Все. Закончила экзекуция с этим супом. С моим кабачковым. Ну что ж. Позволю я себе еще раз снять пробу. Ммм. Ой, вкусно. Ммм. И теперь... А теперь... А теперь... А теперь все. Конец. Я приготовил клетки. Я приготовил суп кабачковый. И теперь только надо взять глубокую тарелочку. Какую-нибудь... А, они все тут глубокие. Какую-нибудь вот такую тарелочку. Красивую. Зеленушечку у меня здесь вот есть. Возьму укропчик. Оливковое масло. Так. И поварешку. Смотрите. Вот он кабачок. Не пожаренный, да. А, вот сегодня он у меня в супе. Поэтому дайте вторую жизнь вашим овощам. Не бойтесь экспериментировать. Может быть, конечно, данный суп для многих работников общепита покажется банальной, банальной, неинтересной шуткой. Но могу вас уверить, друзья мои, что многие из людей, которые непрофессионально занимаются кулинарией, удивятся данному рецепту. И он действительно их порадует своей простотой, вкуснотой и небанальностью. Положу картофельные клетки. Жареные. Посмотрите. Вот. Две штучки еще сюда. Отлично. Немножко оливкового масла. И немного зелени. И все. Посмотрите. У вас дома может получиться вот такое интересное блюдо. Ингредиенты все очень простые. Поэтому не надо выдумывать велосипед и бегать в магазин за какими-то дорогостоящими ингредиентами. Я протру свои очки. У меня здесь кабачки. Да, я взял обычный кабачок, который всем вам знакомый. Приготовил из него очень вкусное, небанальное блюдо. Крем-суп из кабачков с картофельными клетками. Очень просто, необычно. Ну и, конечно же, небанально. У меня же небанальная кухня Павлова. Так что вперед экспериментировать. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok